Боже милости будь ко мне грешным Ты создал меня Господи Ты помилуй меня Из числа я согрешил Господи Прости меня грешного и помилуй Нам людям всегда следует восхвалять и прославлять Тебя Богородицу Родившую Бога всегда блаженную и не имеющую порока Матерь Бога нашего Заслуживающего даже большего почитания чем Херувину И достойного большего прославления чем Серафима Безболезненно родившего Сына Божия Истинно Богородицу Тебя величаем Истинно Богородицу Тебя величаем Господь Иисус Христос, Сын Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, Силу Честного, Ижетворящего Креста и Святого Ангела Моего Хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, потому как Ты благ и человеколюбец. Аминь. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, Весьмир Наполняющий, Источник благ и Подателя Жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Молодыка, прости беззаконие наши святые, посети и сверенимощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам на каждый день, прости нам, долги наши, ибо мы прощаем всякому должнику нашему. Не вели нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Восстав после сна, преподаем к стопам Твоим благей, и ангельскую песню сглашаем Тебе сильно. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаси от сна Ты поднял меня, Господи. Ум мой просвети и сердце, и открой устамы, и чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно пройдет судья, и деяние каждое обнаружится со страхом восхитнего полночи. Свят, свят, свят Ты, Боже, молитвы Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Остав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, не прогневался на меня ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих. Но оказал мне обычное Твое человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву, прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться Слову Твоему, уразумевать заповеди Твои и исполнять волю Твою. И открою ста мои, чтобы прославлять Тебя в благодарном сердце и воспевать Святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припойдем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припойдем к Самому Христу, Царю нашему Богу. Боже мой, Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня? Далеки от спасения моего, славовоплю моего. Боже мой, я вопью днем, и Ты не внемлешь мне. Ночью и нет в него успокоения. Но Ты, Святой, живешь среди словословий Израиля. На Тебя уповали отцы наши, уповали, и Ты избавлял их. К Тебе взывали они, и были спасаемы. На Тебя уповали, и не оставались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, пивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему. Но Ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у груди матери моей. На Тебя оставил я от утробы, от чрева матери моей Ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка от помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные восстански окружили меня. Раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчащий добыча и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались. Сердце мое сделалось, как хвост, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей, и Ты свел меня в персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище из злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а не смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою, и об одежде мои бросают жребий. Но Ты, Господи, не удаляйся от меня. Сила моя, поспеши на помощь мне. Избавь меня, избавь от меча души мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от врагов-единорогов. Услышав, избавь меня, буду возвещать имя Твоих братьев моих посреди собрания восхвалять Тебе. Боящийся Господа, восхвалите Его все семя Якова, прославь Его. Да благовеет перед Ним все семя Израиля. Ибо Он не презрел и не пренеблек в скорби страждущего, не скрыл от Него лица Своего, но услышал Его, когда сей возвал к Нему. А Тебе, хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои перед боящимся Его. Да едят бедные и насыщаются. Да восхвалят Господа, ищущие Его. Да живут сердца Ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли и поклонятся перед Тобой все племена язычников. Ибо Господне из Царства и Он, Владыка над народами, будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся перед Ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство Мое будет служить Ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу ввиду врагов моих, умастил Елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость Твоя да сопровождает меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господи многие дни». Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. «Кто взойдет на гору Господню или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не обожился ложно ближнюю своему, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Божия и Якова. «Поднимите врата вверхи ваши и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто из сей Царь Славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. «Поднимите врата вверхи ваши и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь Славы. Кто из сей Царь Славы? Господь сил, Он Царь Славы». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и крестной веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и всегда, и вовеки веков. Аминь. Восстав от сна я посреди ночи, приношу Тебе песни спаси, и, преподая к стопам Твоим, взываю к Тебе, не дай мне воскнуть греховной смерти, но сжалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня, обеспеченный лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, и спаси меня. Владыка, человеколюбчив, встал после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избах меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения. И спаси меня, и введи в Царство Твое вечное, ибо Ты, мой Творец, Источник и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости, по великому Твоему милосердию, Ты дал мне рабу Твоему, прошедшее время этой ночи провести без напасти, и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец Всевосущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем, исполнять волю Твою, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст, и прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, и мыслью, вольно и невольно, и очисти нас от всякой нечистоты плоти и Духа, и даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придет со славой воздать каждому по делам Его, да найдет Он нас нележащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповедей Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость, видящих несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир, и Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою, не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом, и молись за меня, как Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и соделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица, Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия, нерадения и все скверные лукавые помышления от несчастного моего сердца, от помраченного ума моего, и погаси пламень моих страстей, боя ничьи славы, избавля от многих любительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое предчестное имя славится во веки веков. Аминь. 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 Молите Бога о нас, святые угольники Божии, Игнатия, Владимира, Надежда, Галина, Ольга, Анатолий, Георгий, Елена, Сергий, ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником, молитвенником о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, Благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя души наших. Спаси, Господи, людей Твоих, благослови, принадлежащих Тебе. Помогая православным христианам побеждать врагов, сохраняя силы креста Твоего, Церковь Твоего, Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка Иакима, родителей моих, братья, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им Твои земные и небесные блага, не лиши их милости Твоих, посети их, укрепи им, силой Твоей дар им здравия, спасения души, ибо Ты благ, и любишь людей. Аминь. Покой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан, простим все их грехи, вольные и невольные, и дар им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, прадцев, отцов, и братьев наших, там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечна. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, и Матерь нашего Бога. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, не сравненно славнейшую, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Прочистой Твоей Матери, преподобная Богоносных Отцов наших, и всех святых, помилуй нас. Аминь. Аминь. Боже наш, милостивый небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попечение и защиту. Ложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостоив крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво, добровольно жить, быть добрыми христианами и полезными людьми. Дай им здравие, душевное и интересное. И успех в трудах, избавь их от хитрых козней дьяволов, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяких нечестивых и беспорядочных людей. Ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа, по молитвам Его Пречистой Матери и всех святых, приведи их к тихой пристани Твоего вечного Царства. Дай им здравие, душевное и интересное, чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя с единородным Твоим Сыном и с желтворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Боже наш, возри на детей наших, и спошли на них Духа премудрости, разума, благочестия. Просвети их светом Твоего благоразумия, чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые ими предметы, и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнего Своего спасения, потому что Ты, источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и призна, и во веки веков. Аминь. 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 Молитесь всегда. Молитесь Бога у нас, что Ты и Бог. Молитесь Богу, Господи. Спасибо Господи, и по-моему. Матрополита Иллариона, Бископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамина, Тихона, Антуния, Священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Васильева, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Владимир Васильевича, Максима, Владимира, и Глебу не дай погибнуть, Дьяконов, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Их, И через них сотвори Благой от церкви твоей, Дабы издавали мудрые законы, Дали достойно жить людям, Дабы было еще уделять нуждающимся. Косни сердца Владимира, Дмитрия, Михаила, Дональда, Рамзана, Владимир, Александр, Эрдогена и Амана, И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, Где война идет, И научи насценить это мирное время, И приготовь землю к великим и грозным испытаниям, Грядущим на всю вселенную за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, Что жизнь нашу продлил И разум сохранил. Дай мне желание трудиться, И обнаружить умножить наши таланты, Дарованное Тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, Наставников, советников, И в этот день сохранять От всякого рода зла и греха, От непосильных искушений, И защити наши жилища и селения, От пожара, От воров, От нечистой силы живущих нам Андрея, Игоря, Игоря, Серафима, Владимира, Братья и болящие людьми, Милую, любовь, благослови, Владимир, Алексея и Иосифа. Прищи добрые жители с детьми, Любящими и знающими уставы Твои. И сохрани школу, Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алексею, Побуди всех на проповедь благовестия тебе. И помилуй надежды, Валентину, Катерину, Анастасию, Наталью, Евгению, Романа, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахирь, Езру, Русика, И даруй истинную веру И Самире, Тимуру, Дабы не верил же пророкам. Спаси и помилуй, Господи, Болящих, Дай силу перенести страдания им, И почти исцеление, Лориона, Кирилла, Алексея, Игоря, Алифтину, Людмилу, Татьяну, Татьяну, Нину, Валентину, Валентину, Александру, Марию. И возри на угрозы врагов, Разруши их злые замыслы, Покори их под руку твою, Если угодно, Примири их с нами, В судный день непоминимые безумия, И ты уже смиряешь, Ты даешь вдохновение, Слава тебе, Благослови наших благодетелей, Воздаем добром, Елену, Людмилу, Евгения, Наталью, Обрате надежды, Глаза, Юрия. Благодарю тебя, Господи, За друзей и за врагов, За здоровье и за болезни, Ибо по твоему благоволению Все это может оказаться на пользу, Слава тебе. И все наше родство найди, Ивдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Путешествую с Раисой, Ульва, Виктор. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе. И это наше сокровище в интернете, И книги здесь и в пути, Сохрани, Защити, И воздай добром тем, Кто помогает нам быть там, И трудящихся Игоря, Юлии, Дмитрия, Виктора, Сергея, Сергея, Андрея, Андрея, Вячеслава, Содружество и Вячеслава. Слава тебе, Боже наш, Слава тебе. Найди Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Леониды, Симона. Хвала тебе, наш Господь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Помилуй меня, Неогрешного. Слава тебе, Наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, Свят, Свят Господь Саваук, Вся земля полна Слава Его, Аллилуйя. Слава Вышних Богу, На земле мир, В человеках Благоволение, Аллилуйя. Благодарю тебя, Господи, За тот день, В который дал мне веру в тебя, Страх пред тобой, Ожидание суда Божия. Благодарю тебя, Господи, За день, В который дал мне Святую Библию И указал на толкование Святых Отцов на каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спаси нас с молитвами своими. Господи, Воздай добром всем, Помогавшим нам путешествий и совершить его. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея, Людмилу. На Деду. Засови Катерину, Катерину, Галину. Ангел Христов, Хранитель мой святой, Моли Бога о мне грешнем. Благодарю тебя, Мой добрый ангел. Сколько лет ты хранил, Защищая, Спасая от видимых И невидимых опасностей. Прошу тебя, Мой ангел, Не покинь в смертный час, Когда душа будет Раздущаться от тела И проведи душу Мой помытарством И введи ее на веки В вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель предтеща Христов, Моли Бога о нас. Научи нас, Господи, Жить и в бедности, Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым и довольным, Никогда не роптать, Никому не завидовать, И во всем быть экономным, И каждому дару Жилье, И Сергею Гавриеву. Святитель Христов Никола, Мердекистский чудотворец, Моли Бога о нас. Молите Бога о нас, Святые пророки Божии, Илья и Лисея, Инох Моисея, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, Патриархи, Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою, Дабы день прихода, То наше отшествие Не застал нас неготовыми, Но чтобы выше навстречу Тебе, Господи, С горящими светильниками Истинной веры И сосудами, Полными илея добрых дел, Соделанных в Духе Святом С любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, Святые Ангелы, Архангелы, Херувимы, Серафимы, Все небесные силы Престолу Божию предстоящей. Святые апостолы Петр и Павел, Евангелисты, Матфей, Марк, Лука и Иоанн, Святые мученики, Мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм Сминский, Устин Философ, Космайдами, Ян Андрей Стротилата, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий Комедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николаев, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, Спасет и Господь и помилуй, И дарует нам жажду, Исследует Священное Писание. Молите Бога о нас, Святые Отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Затаусов, Анасий Великий, Ифрем Сирин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Кермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл, Имифодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, и все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да сохранит нас Господь В святой православной вере, А замосты ретяков, Разрушив, Ничто превратим, Анфима, Вениамин и Дайвера Устраши родителей За такое ложное воспитание, Молите Бога о нас, Святые жены и девы, Фёка, первомущенница, Фатина, Самаренина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроника Юния, Киприяна Устина, Да дарует Господь Женам и Девам Послушание, Молчание, Целомудрие И стыдливость, Женам и Девам, И сохрани их От всяческого поругания, Исправь непокоривость Галины семейства Его Евгения, Надежды, Людмилы и Анны, Прими нашу молитву, Господи, Возьяния рук, Как жертву вечернюю, Благоухание, Приятное перед престолом Благодати Твоей, Божия, И соедини молитву нашу С молитвами всех святых, Молящихся Тебе на небе и на земле, Господи Божий наш, Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный, Ради голговских страданий, Сына Твоего Единородного Господа И Бога нашего Иисуса Христа, И пролитой крови Его ради, Прими нашу молитву, И исполни ее, О всех заповедавших нам Молиться о них. Спаси их, Господи, Помилуй, Аллилуйя. Говори, Господи, владыка, Слушает и дослышит Раб Твой. Аллилуйя. Аминь. Доброе утро всем. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. Аминь. Доброе утро. я сейчас хотел посмотреть Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тема «Русская православная церковь». Том 17. Вопрос 3137. Те, кто устремился в объятия патриархии, что они видят в ней хорошее? «Отчего с такой радостью ни за что ни про что расстаются с такой чудной свободой, какую им даровал Господь Бог?» «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. А почему старики, столько претерпевшие от людоедов коммунистов, голосуют и ныне за большевиков желают старой власти?» «Это не что иное, как одержимость бесовская, иначе понимать и объяснять невозможно. Они же о несогласных на объединение судят точно так же. Настоящий верующий разве может даже помыслить, чтобы отдать такую свободу, в какой он жил, от лютости патриаршей, когда священниками их епископ манипулирует как хочет. «Мы благодарны Господу, что 15 лет пробыли под амафором РПЦЗ. Если бы не эти, цитата, ошибки архиереев зарубежных, о принятии нас в свой амафор, то мы бы так и не смогли состояться как община». Вот, но вот как видят слепотствующие, цитата, «Не перестаю удивляться упорному нежеланию некоторых людей видеть те грандиозные изменения в жизни церкви и в бывшем Советском Союзе, которые произошли в последние 15 лет. Право слова. Надо заткнуть уши и закрыть глаза, чтобы не слышать об этих колоссальных изменениях и не видеть их». 20 тысяч новых храмов, 600 новых монастырей, 60 новых семинарий и пастырских школ, тысячи приходских школ, тысячи религиозных газет, интернет-сайтов, журналов, радио и телепрограмм. «Пример. Один только Сретенский монастырь в Москве издает более 500 новых религиозных книг в год. Это больше, чем Жордан Виль опубликовал за 50 лет. Я уже 9 раз был в России. Я останавливался не в гостиницах, а главным образом в монастырях. Я провел много времени в беседах со многими священниками, семинаристами, студентами Духовной Академии и со многими мирянами. Могу заверить вас в том, что русская церковь жива, здорова и возрастает. Никто не проповедует никакой ереси, но строго следует православному учению. Русская зарубежная церковь, совершая свою миссию в России, на территории других стран выполняла не менее важную функцию. Государство сохраняющую, сплачивая русских людей вокруг идеи восстановления Великой России. Уже 85 лет русская зарубежная церковь бережно сохраняет подлинные духовные ценности нашего народа. Главная цель ее миссии всегда была в том, чтобы, цитата, «передать духовные ценности будущим поколениям, подготовить их для службы возрожденной Великой Родине». Я хочу подчеркнуть, что она все эти годы успешно выполняла свою миссию, несмотря на огромные трудности своего существования на территориях других стран. Она сплачила вокруг себя русских людей, давала им духовные силы, истинную веру, светлую надежду и настоящую любовь к России. Но сегодня пришло время думать о будущем нашей церкви. Для меня, как для сына русской зарубежной церкви, является большой честью принимать участие в этом историческом всезарубежном соборе. Это особо знаменательно. Для меня еще и потому, что на прошлом всезарубежном соборе 1974 года выступал мой отец Алексей Борисович Ярданов. Особое значение для меня и моей семьи имеет тот факт, что в последний день своей земной жизни 20 августа 2002 года за несколько часов до своей кончины он написал письмо митрополиту Лавру, в котором говорил о необходимости начать переговоры с московской патриархией по поводу объединения. Отец почти 10 лет подряд по нескольку раз в году бывал на родине. Он объехал почти всю страну, встречался с разными людьми, священниками и военными, чиновниками и бизнесменами, беззаветно отдавая себя делу возрождения кадетских корпусов. Он прекрасно понимал, что только на принципах симфонии государства и церкви можно построить новую сильную Россию и воспитать молодое поколение, достойное славы своих предков. Он прилагал все усилия для того, чтобы в каждом кадетском корпусе преподавался закон Божий, был храм или часовня. Более 35 тысяч паломников за 2-3 коротких северных летних месяца приезжает на Соловецкие острова. Тогда же, в начале 90-х годов, начался масштабный процесс возвращения церкви, храмов и монастырей. Стали во множестве открываться духовные школы, стало активно развиваться образовательная, миссионерская, социальная и благотворительная деятельность церкви, прекращенная в годы революции. Конец цитаты. Послание к Галатам 5.1 Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Третья Маковейская, 7.5 Мы строго воспретили это, и по благоволению, которое питаем ко всем людям, тотчас даровали им жизнь. А когда узнали, что небесный Бог есть верный покров иудеев, и всегда защищает их, как отец сынов, еще же приняв во внимание известное им доброжелательство к нам и к предкам нашим, мы справедливо освободили их от всякого обвинения, в чем бы то ни было. 2 Ездры 4.62 И они возблагодарили Бога отцов своих за то, что даровал им свободу и разрешение. Погибший так внезапно в катастрофе, что думал он в последний самый миг, не успевая в половину охнуть, лишь ощутив, что не туда летит. Кульбит, переворот, катамарана при сплаве восхождения и во сне, и тело отслужившее сплошная рана, ей драгоценной из-за нас краснеть. Их миллионы павших при сражениях не личности, а числа на бумаге, тела от душ прошли опорожнение, и эти души не в телах, а рядом. Чем жил земным, лелеял и растил, оторвано от прежней пуповины, разбросано внезапно на распыл, хотя покажется, что в том мы не повинны. И никогда и ни за что на свете не воскресить пошедшее на слом, останется лишь голос на кассете, где пятится в историю число. Вот здесь и обнаружим во весь рост, как верили, во что ушла подпитка, и кем для нас при жизни был Христос, пока наш курс косою не был сбитый. Нельзя перекроить сплошное в бывшем. Вчера не станет ни на миг сегодня, град барабанит по разбитой крыше, вода подперла и навеки тонем. Но если бы дано вдруг возвратиться в знакомое нам до морщинки тело, о, как бы из крота и из свиньи стал птицей, всем благовествовал бы о Христе я смело. Кто где погиб, а это мог быть я. Воображением зацепись за труп, на мясокомбинат червям пошла свинья, нас даже в яму скинуть. Тяжкий труд. 15 мая 2006 год Игнатий Лапкин А вот как душа вышла, а теперь где вернуться? во имя отца и сына и святого духа. Аминь. книга открытым оком тема русская православная церковь том 17 вопрос 3138 Какие материалы собора и иных совещаний близки вам по духу? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Те где есть живое сознание своей вины и ответ ищут конкретно в Библии? Цитата Митрополит Амфилохий единственный делегат собора не принадлежащий зарубежной церкви он ученик почитаемого сербского подвижника Иустина и выдающийся богослов добавил Потапов Кавычки открываются После выступления митрополита Амфилохия все делегаты собора встали и аплодировали Это было излияние благодарности за его доклад и за ту любовь которую он в нем выразил Некоторые были даже со слозами на глазах отметил со своей стороны секретарь комиссии русской зарубежной церкви по переговорам с московским патриархатом протеерей Александр Лебедев конец цитаты цитата следующая В послеобеденном заседании собора выступил преосвященный епископ Ишимский Евтихий Он сказал, что будучи архиереем РПЦЗ в России он в особом положении епископ Евтихий подчеркнул что принял епископство в целях помочь нормализовать положение с приходами РПЦЗ на территории России Это было сложным и не всегда удачным служением Владыка сказал, что объединение российской церкви необходимо но подходить к нему нужно со всяким вниманием Епископ Евтихий закончил слово призывом не допустить раскола внутри Русской Зарубежной Церкви Конец цитаты Семинар Единства Русского Общества и Единства Русской Церкви Умоляю вас братья именем Господа нашего Иисуса Христа чтобы не было между вами разделений и чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях 1 Коринфянам 1 10 27 апреля в МГИМО в рамках Центра Церковь и международные отношения при поддержке журнала «Мы в России и зарубежье» состоялся открытый семинар «Единство русского общества и единство русской церкви». Цель встречи заключалась в том, чтобы обсудить процесс воссоединения двух частей русской православной церкви Московского патриархата и русской православной церкви за границей. Семинар прошел в форме докладов и обсуждения с участием студентов МГИМО, Московской Духовной Академии, МГУ и МГЛУ. С комментариями выступили эксперты. Священник Вячеслав Перезвенцев, настоятель храма Святого Николая города Черноголовка, профессор А.Б. Зубов, директор Центра Церковь и Международные отношения С.В. Чапнин, ответственный редактор газеты Церковный Вестник и В.В. Печатнов, преподаватель курса истории церкви в МГИМО. Ниже изложены основные идеи, высказанные участниками семинара. Страшные бедствия потрясшие Россию в 20 веке, революция, богоборчество и братоубийство, изгнание миллионов людей, утверждение атеистической советской власти и разделение церкви воспринимаются как Божье наказание за общие грехи и неправды народа в царской России. Оставление Бога, ослабление веры среди всех слоев российского общества, подчинение церкви государственной власти, вот главные причины открывшегося среди нас явного зла. Сначала оно овладело многими из наших соотечественников, утвердилось в государстве и затем поразило всех. Одних физической смертью и изгнанием, других порабощением и духовным соблазном. По милости Божьей оплот зла, безбожная советская власть пал. Однако его действия у нас продолжаются до сих пор, в том числе в разделении церкви. Осознавая неправды прошлого, мы стремимся преодолеть их силу над нами и не соединяться с явлениями, которые в той или иной степени были причастны этим неправдам. Нам не следует защищать компромиссы митрополита Сергия, подчинившие церковную иерархию советской власти, но и синодальный сервилизм, который поставил во главе сообщества чад божьих земного царя не может быть примером для церкви. Нужно также освободиться от идеологических привязанностей, исказавших единое церковное сознание различными прельщениями, абсолютизацией любой государственной власти или одной из ее форм, продолжая эти несовершенные пути, мы утверждаемся в слабости и разделении. Господь дал всей русской церкви твердыню, которая осталась в годы общего соблазна и падения неповрежденной. Собор новомучеников и исповедников российских. Святые новомученики свидетельствовали о неправдах старой России и о суде Божьем над ней, но они же отвергли искушения со стороны новой власти, избрав путь стояния в истине. Им дано было претерпение до конца и спастись. Прославление собора новомучеников и исповедников в русской зарубежной церкви и московском патриархате указывает на сакральное единство русской церкви и дает нам основу для возрождения. Образом правильного церковного устроения может стать поместный собор 1917-18 годов, будучи единственным свободным собором за 200-летний период он стал и первым деянием церкви мученицы. В его постановлениях в высокой степени воплотились дореволюционные чаяния и опыт церкви. Были заложены правильные основы для ее существования в новом мире. Сближение двух частей русской православной церкви, которая может завершиться единением, есть дар Божий свидетельство того, что наказание с нас снимается. Сегодня мы возможно незаслуженно освобождаемся от времени выборов прошлого. Поэтому перед каждым членом церкви стоит задача принять предложенный путь осознать ответственность и значение происходящего. Тогда формальные препятствия и человеческая слабость отойдут на второй план и не помешают единству. Преодоление церковного разделения станет средством примирения расторнутого революцией народа. Примирение в победе истины над злом. Непринудительное слияние красных и белых нужно России. Возвысимся над гражданской борьбой, последовав святым новомученикам и исповедникам. Воссоединение церкви это образ единства и братской любви, к которой призывал своих учеников Иисус Христос и его апостолы. Оно откроет в нас новые силы, радость, единство мы принесем всем нашим соотечественникам. Это деяние может стать примером для излечения других церковных и гражданских разделений. Мы смотрим в будущее церкви и стремимся продолжать ее изначальную миссию. Проповедь Слова Божьего по всему миру. Воссоединение русской церкви укрепит вселенский и соборный дух православия и поможет исполнить заповеди Иисуса Христа. Идите, научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вангле от Матфея 28.19 2 мая 2006 год. Псалом 80 стих 11 Я Господь Бог Твой изведший Тебя из земли Египетской Открою статвы и я наполню их. Исайя 55.6 Ищите Господа когда можно найти Его Призывайте Его когда Он близко. Заросшие дороги и поля Тоской до горизонта принакрыты Крапива лебеда и конопля Для наркоманов здесь раздолье и корыто Сумели выжать из травы отраву Пшеницу добрую перегоняют в спирт Свободу Бог дает и мы имеем право скатиться в пропасть или воспарить Язык до Киева паломников вводил Я не за это просто к слову вставил Неграмотный был умный А медалист дебил Определяли речью Разнузнанный без правил Непроходимы дебри к лучшему Что в прошлом Осмеяно Ахайна с плевками На пьедестале нынче галстучная пошлость Стоят за кафедрой обритые полканы За слово каждое придется отвечать За речь непроходимую от скверны Все песни о блуде Не просто песни часть И это достижение живущего без веры Тем полем не пройти волчцы и терны и будет выжжено огнем небес дотла Писание выводит из Содома верных да не погибнут с теми кто давно как хлам на поле выжженом появится и плуг придут глашатые с прекрасными ногами хватает у беды на все эпохи слуг младенцев Вавилона разобьют о камень а те младенцы злые семена на мысли бесконтрольные набросится узда наркотики с поля стакан пуст без вина придет пора сгоревшая новейшим воссоздать враг высевает плевелы когда рабы уснули за стенами высокими подвижники монахи неблаговестники отрутни в этих ульях где проповеди нет там только смертью пахнет 16 августа 2006 год Игнатий Лапкин в день моего рождения написали во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Книга Открытым оком Тема Русская Православная Церковь Том 17 Вопрос 3139 Чем мотивирует свое такое неудержимое стремление к единению с патриархией зарубежной и что тому было причиной отвечает Игнатий Тихонович Лапкин В 1993 году в Синоде я сказал что они ничем не отличаются от патриархии имел же я ввиду их духовную работу такую же мертвенность привязанность к видимым предметам страсть к паломничествам к монашеству к церковно славянскому языку меня там сильно изругали и разобетились на эти слова страшно и вот ныне они с такой стремительностью ринулись в объятия вчерашних врагов что даже представить трудно вот явись сейчас все умершие в их юрисдикции и присутствуют они здесь то что бы они сделали с сегодняшними предателями истинного пути своей страдальческой церкви послушаем откровения и чаяния заживо усопших цитата многие из присутствующих здесь были в замечательном новом здании фонда библиотеки русское зарубежье которое открылось в сентябре прошлого года на Таганской площади в Москве это великолепный научный и культурный центр с пополняющимся архивом и библиотекой доступными для каждого идея его создания принадлежит Александру Исаевичу Солженицу он прошел через все испытания через ГУЛАГ многие помнят его гневное осуждение советской власти на третьем всесорубежном соборе в 1974 году и вот он спустя 20 лет после собора вернулся в Россию и продолжает работать на благо своей страны если мы осознаем что нам верен бесценный дар православной веры русского предания и традиции мы должны щедро делиться им с нашими соотечественными в России особенно с молодежью иначе в скором времени делиться будет уже не с кем вместе с русским мировоззрением русской идентичностью сойдет с арены мировой истории и Россия как великая держава на ее месте появится территория населенная русскоговорящими людьми численность которых год от года будет лишь уменьшаться давайте вспомним о тех сохраненных русской эмиграцией традициях которые вернулись в Россию чрезвычайно востребовано в России оказалось скаловское движение наши скаут мастера впервые приехали в новую Россию в начале 1990 годов сколько труда души и знаний было вложено нашими скаут мастерами в Россию есть впечатляющие результаты по всей стране сейчас действует 9 общероссийских и межрегиональных и 20 региональных организаций в которые входят около 10 тысяч молодых людей только в российском ОРЮР около 3000 членов а координация всей работы ОРЮР сейчас перешла в Россию таким образом в Россию был возвращен важный инструмент воспитания молодого поколения на основах любви к Богу и служения Родине другой пример мне очень близкий это сохраненные в Россияне и переданные в Россию в 1990 годы кадетские традиции сейчас в России более 100 кадетских корпусов до революции их было около 30 в сегодняшней России это одна из самых эффективных систем образования и главное воспитание молодежи для служения России на военном и гражданском поприще важно чтобы православные люди в России не пришли к выводу что русская зарубежная церковь такая какую они когда-то почитали и любили оказалось чуждой России не сумев понять ее современную жизнь и живя лишь устаревшими мифами о ней печальный тому пример то что от нашей церкви уже отошла не только определенная часть священников и мирян но и даже некоторые иерархи давайте же все вместе осознаем что в отрыве от своих корней наша церковь рискует перестать быть русской подчеркиваю церковью русской не по национальной принадлежности своих чад а по своему самосознанию в котором национальное начало всегда подчинялось духовному я внук русского офицера полковника добровольческой армии для моего деда отца и для меня зарубежная церковь всегда была хранительницей не только православной веры но и русской культуры благодаря нашей церкви мы всегда чувствовали и осознавали себя частью россии носителями ее традиций и культуры независимо от того где бы мы ни родились вернувшись 15 лет назад на родину мне очень хотелось бы чтобы моя семья мои дети которые родились в россии могли с чистой совестью молиться и причащаться в храмах русской православной церкви ощущать себя детьми единой матери церкви б.а. и.ордан 9 мая 2006 год следующая цитата я думаю сегодня паства готова заявил делегат от синодального собора старейший архидиакон рпцз евгений бурбелла он служил еще при трех прежних первоиархов русского зарубежья митрополитах анастасии филарете виталии и хорошо знает настроение и чаяния духовенства и прихожан кроме того после перестройки бурбелла несколько раз бывал в россии посещал восстановленные монастыри и храмы и убедился в том что церковь в отечестве свободна и духовная жизнь возрождается восстановление евхаристического общения означает что православные за рубежом и в отечестве могут причащаться из одной чаши вместе совершать главное церковное таинство этим мы только укрепим православие подчеркнув бурбелла а те кто сомневается что мы должны соединиться могут посмотреть на Джордан Вильский календарь с адресами церквей который печатался в 50-х годах прошлого века и сегодня и сравнить мы идем на убыль констатировал собеседник агентства по нашему уставу мы считаемся временной организацией и это время должно кончаться убежден представитель европейского монашества зарубежной церкви и романах ефимии логвинов из мюнхена я считаю добавил он что те кто выступает против просто не хотят с этим смириться конец цитаты новая цитата многие проблемы с которыми сегодня столкнулась церковь россии такие как борьба с сектантством межрелигиозные отношения хорошо нам известны у нас есть опыт и мы должны помогать пояснил представитель рпцз мы старались чтобы на основании этой работы собор мог принять решение о единстве сказал секоев еще цитата я надеюсь что все будет в порядке и что я и мой брат который в москве будем вскоре причащаться из одной чаши это для нас имеет огромное значение сказал мирянин георгий никольский дед и прадед которого были священниками я не хочу чтобы зарубежная церковь превратилась в засохшую ветку русской православной церкви подчеркнул никольский другой мирянин делегат от храма памятника белой иммиграции в брюсселе потомок генералов русской армии дмитрий геринг также считает что цитата надо дойти до единой русской православной церкви еще цитата думаю какие-то шаги уже были сделаны и надеюсь в конце собора ситуация станет яснее сказал он когда читаешь такие высказывания то вроде бы нельзя открыто смеяться но и плакать я уже устал как будто сегодня вурбела будет прочищаться с нашим бойтовичем и возродится Россия мусолят пустые слова как дети малоумные лука 24 5 и когда они были в страхе и наклонили лица своих земле сказали что вы ищите живого между мертвыми Исайя 19 13 обезумели князья цааннские обманулись князья вефимские и совратил Египет с пути главы племен его второзаконие 32 32 ибо виноград их от виноградной лозы садомской из полей гоморских ягоды их ягоды ядовитые грозды их горькие про князья 1 10 слушайте слово господня князья садомские вынимай закону бога нашего народ гоморский прощанье павла с паствою своей есть образец как подвести итоги слушая отсчет и ты душа сумей вот так же все анализируй строго смотрите все и те кто не послушен я чист от вашей почерневшей крови ходил я среди вас и чистил ваши уши пытался в царствие небесное устроить я ни о чем сказать не упустил светил по закоулкам всех разоров лишь богу угождать таков мой стиль пытался вымести смутьянов вместе с ссором прощальный час минуты расставания нам не сидеть но встанем на колени очередная встреча будет с вами уже не здесь а за пределом тления последние минуты так хотелось на поцелуи тратить на объятья душой я с вами расстаюсь лишь телом о чем скажу не думайте что спятил из вас самих почтенных бородатых вас станут волки лютые звере я я мог бы даже вычислить по датам когда вы броситесь искать мое белье но только помните что встреча предстоит у белого престола иеговы я проповедовать был послан не крестить не поднимайте в удивлении брови епископы попы их ноги как столбы приучатся выстаивать моленья чего не говорил приучат вас любить в монашество войдете в лжесмирение я день и ночь учил вас со слезами любить людей а не пустыни ваши обставитесь иконами мощами волосами иду на казнь охотно но за вас мне страшно 12 мая 2006 год Игнатий Лапкин отдыхать я устал во имя отца и сына и святого духа аминь господи благослови книга открытым оком тема русская православная церковь том 17 вопрос 3145 слышал слышал что ваш правящий архиерея епископ Евтихий был настроен на то чтобы с объединением не спешили а на соборе вдруг перешел на сторону тех кто был за немедленное соединение с патриархией и что это его решение было вызвано каким-то особо благодатным откровением свыше поясните так ли это было и что для нас здесь полезное есть отвечает Игнатий Тихонович Лапкин весть о переживаниях Евтихия я получил только после вечерни 27 мая 2006 года у меня обычно прекрасный сон стою всегда пол пятого утра и или без 25 но тут еще из Америки от брата Иакима звонок и с часу ночи молился и размышлял о происходящем Евтихия Ивана Тимофеевича Курочкина немного знаю его переживания принял как искреннее а не как натяжку киселя на шубу с самого начала он убеждает слушателей что он не мистик и тут стоит слово мистификатор что это умышленная попытка ввести в заблуждение или прозаическая малограмотность мистик с греческого означает человека который верит в сверхъестественное в божественное в чудеса мистицизм неотъемлемый элемент всех религий мистификатор же обманщик притворяющийся намеренно вводящий в заблуждение если епископ не мистик то он откровенный безбожник и разговор с ним начинать нужно немедленно по теме есть ли бог тогда он самый настоящий мистификатор ибо столько лет бывший комсомольцем обманывал людей бога судя по его свидетельству о его становлении епископом у него не было духовного рождения свыше от слова божия а есть обыкновенная бабушкина дедушкина вера прекрасно начав здесь говорить о назначении библии в жизни человека тут же и показал что библия еще раз прекрасно начав здесь говорить о значении библии в жизни человека тут же и показал что библия для него не является настольной книгой ибо стал ею пользоваться сверх неумело почти как делают гадающие на библии загадывая что откроется и то берут за указания от бога на вселенских соборах ни один святой отец так не делал но искали подтверждения по смыслу в библии приняв все рассуждения и переживания епископа даже за истинное откровение божие еще никак нельзя усмотреть что Евтихий сделал правильные выводы а именно в нужную сторону откачнулся а даже совершенно напротив можно понять указанные ему места чтения из библии он неоднократно ссылается вот на эти места Исаия 53 7 он истезуем был но страдал добровольно и не открывал уст своих как овца веден он был на заклание и как агнец предстригущим его безгласен так он не отверзал уст своих Дианя 8 32 а место из писания которое он читал было сие как овца веден он был на заклание и как агнец предстригущим его безгласен так он не отверзает уст своих если применительно к ситуации то епископ Евдихий был не властен сам решать что-то но его вели октябрьские криминалы в беспросветный плен в КГБшную патриархию как у министам и сергианцам беспокаянным и он не знал стоит ли выступать или промолчать мне же под утро пришла мысль что епископ Евтихий вполне бы мог взять за эпиграф своим переживанием хотя бы вот эти три места из вечной Библии Диания 20 29 31 ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою посему бодрствуйте помету я что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас Диания 29 во время продолжительной беседы павлова один юноша именем Евтих сидевший на окне погрузился в глубокий сон и пошатнувшись сонный упал вниз третьего жилья и поднят мертвым Иеремия 8 8 как вы говорите мы мудры и закон Господень у нас а вот ложивая трость книжников и его превращает в ложь никто епископа не вел на заклание насильно агнца Иисуса вели за грехи людей а здесь шел сам Евтихий отдавая людей пасту свою конкретно нас его прихожан в грех в растленную патриархию все таки большая разница между указанными местами писания и тем какой вывод делает из них Евтихий и нужно ли его выводы признать истинными при том епископу Евтихию были звонки от друзей чтобы он подумал правильное ли дает толкование порядковым чтением из Библии не заглядывая в толкование Феофилакта а сам произвольно придал им такое узконаправленное значение по опыту скажу что рядом со мной за 44 года проповедническая деятельность было разное и когда вот так начинают откровенничать то я уже знаю что пропала душа даже такой мистификатор начитает плакать рыдать умиляясь своими слезами откровениями объявляя свои вчерашние поступки и веру заблуждениями никого послушать не может и раскаяния таким нет начался распад личности чисто харизматический распыл далее жуткая озлобленность и погружение в разврат в смерть уход в секты одно то что архиереи удерживали Евтихия от цитата распахивания его души с озарением говорит не об их жалости к нему ибо в политике и в религии нет жалости в борьбе с супротивными но именно потому что они видели насколько доказательства его туманно дымны и уязвимы и падут на них к таким доводам прибегают тогда когда ничего уже нет в патронташе и уж вовсе смешные кощунственные слова молитвы жалобы Евтихия на Христа монашеские притязания на обожествление преснодевы Марии я пожалуюсь на тебя твоей матери на творца жалуется тварному существу и не скрывает этого безумия а вернул к чувственности прелещенного жаловаться можно Богу а не на Бога низшему парангу не жалуются высшему рабу не жалуются на водыку Римлянам 11.2 не отверг Бог народа своего который он наперед знал или не знаете что говорит Писание в повествовании об Ильи как он жалуется Богу на Израиля а уж привидение Евтихия местописания Данила 5.5 в тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады на извести стены чертога царского и царь видел кисть руки которая писала прямо таки пронзительно страшные Данила 5.26 28 вот и значение слов мене очистил Бог царство твое и положил конец ему Текел ты взвешен подожди не очистил подожди не очистил а исчислил а исчислил да благодарю Даниила 5.26 28 вот и значение слов мене исчислил Бог царство твое и положил конец ему Текел ты взвешен на весах и найден очень легким П.Р.С разделено царство твое и дано медянам и персам применительно к обстановке это может быть так истолковано что соединителям с патриархией дано будет звериное сердце и отнято от них их управления поделено между КГБ и патриархией все они найдены с Эфтихием вместе очень легкими в рассуждениях и в знании Писания ослиным погребением будут помянуты свои переживания на четвертом всезарубежном соборе приведшие меня к покорности воле Божьей цитата во-первых я не мистик мистификацию вижу как вред для духовной жизни и спасения я против того чтобы мои переживания приравнивали с кем либо к разряду чудесного благодати Божия это данность нашего бытия устроенного Богом в том естестве в котором оно и находится в людях действует благодать Божия тогда когда они живут по слову Божию по Евангелию по Библии трудно Богу открывать свою волю она то и есть источник благодати тем которые как я мало прислушиваются к голосу Святой Библии укоренившись же в привычке жить не по воле Божией мы хоть и ищем ее и читаем Библию но имеем преграду своего восприятия испорченного привычкой своеволия нам необходим упорный труд проникновения и духовную суть священного писания как естественного богом устроенного источника благодати Божией в моем случае Бог дал мне воспринять свою волю по случаю особой важности церковных событий участникам которых довелось быть и мне грешным описываемыми моими переживаниями я поделился прежде всего с высокопреосвященнейшим митрополитом Лавром а с его благословения со всеми архиереями зарубежной церкви которые сочли неполезным поведать их всему всесорубежному собору наверное они пожалели меня так как знали что мое чрезмерное распахивание своей души перед всеми обернется чрезмерной тяжестью для меня же самого каждый наверное знает как тяжело бывает когда в твою душу лезут не разувшись мне посоветовали сказать о своих переживаниях в проповеди или изложить их письменно первый опыт письменного изложения оказался неудачным так как представляет собой несколько бессвязное изложение моих переживаний под непосредственным впечатлением пережитого потрясения приступая к повторному изложению пережитого я все же постараюсь передать мою внутреннюю жизнь во время знаменательного всезарубежного собора постараюсь не забыть тех образов которые наполняли мои мысли и которые Бог мне преподносил посредством священного писания я допускаю изложения некоторых событий своего прошлого не для эффектности моего рассказа на самом деле в те напряженные дни и ночи мне вспоминалось все что было значительного в моей церковной жизни даже из раннего детства не говоря уж об общении с церковными людьми которые являются для меня духовными авторитетами везде во всех закоулках своей души памяти размышлениях я искал одного правильного построения своего поведения на соборах всезарубежном и архиерейском чтобы действия мои не противоречили воле Божией я знаю что вопрос объединения зарубежной церкви и московского патриархата МП научает еще многих в зарубежье мучает еще многих в зарубежье и считаю своим святым долгом помочь им также найти для себя ответ угодный Богу стараясь быть искренним когда говорю о себе я конечно же не открываю своей греховности не для того чтобы обелить и возвеличить себя а для того чтобы не смутить и не послужить соблазном на погибель других кто бы мог прозорливо видеть насквозь мою душу не нашел бы в ней ничего выше греховной человеческой природы но даже ослинная природа способна иногда возвещать волю Божию как это случилось со слицей пророка Валаама числа 22 28 мне же Господь дал разум духовный сам и положение в церкви своей имею ли я право смолчать перед моей архиерейской хиротонией в 1994 году я сильно переживал и терзался сердцем воспринимая ее как собственную физическую смерть но церковная ситуация требовала поступить по церковному послушанию я тогда вспомнил Самуила мальчика в храме которого Господь разбудил призвание Самуил Самуил и он побежал к предосвященнику и сказал вот я 1 царств 3-4 кажется я даже в речи прихаротонии упомянул о нем не безропот нанес я превышающий мои силы крест архиерейства в 2000 году я даже сделал попытку сойти с него я прибыл к митрополиту Виталию с доносом сам на себя зная его строгость я был уверен что он отрешит меня от священнослужения получив же милостивое наказание принуждающего принуждающие меня далее нести возложенный крест я был в отчаянии я сильно плакал и говорил Христос как ты ко мне жесток я пожалуюсь на тебя твоей матери и я жаловался ей во время покаяния проводимого мною по благословению митрополита Виталия в свято-троинском монастыре в Джон-дор-Вилле США мне было дано послушание сделать анализ документов юбилейного Московского собора о чем и был мой доклад на архиерейском соборе русской православной церкви за границей РПЦЗ с этих упомянутых соборов началась новая страница во взаимоотношениях русской зарубежной церкви и московского патриархата в этом 2006 году в первую седмицу великого поста я попал в больницу с тяжелыми сердечными приступами приобретенная в архиерействе ишемическая болезнь сердца перешла в стадию нестабильной стенокардии грудной жавы эта болезнь каждый день освежает память смертную на больничной койке я составил записку и снова о сергианстве и потом и ответ совопросникам по поводу записки я благодарен тем людям которые нашли в ней не осуждение других а мою сердечную боль и мое взывание ко господу да откроет он мне волю свою во время предсоборных споров и переживаний мой старший брат протоиерей Михаил сказал волнующимся собратьям будет воля божия и ей мы не сможем противиться но как узнать ее волю божию а не человеческую с этими мыслями я и ехал на собор как хорошо что собор начинался с литургии и молебна меня совсем не коснулись споры среди отдельных представителей духовенства законно ли с нами служит сербский митрополит я был искренне рад этому служению мне лично нужна была молитвенная поддержка иерарха многострадальной как и наша церкви исповедницы на первом заседании собора я осматривал знакомые милые моему сердцу и уважаемые лица представителей всей зарубежной церкви и думал про себя о если бы господь каким-то ему известным образом сказал откровенно свою волю кому-нибудь из собравшихся как хорошо что и каждый день собора начинался литургией общей молитвой всех соборян литургия заседания на соборе общая молитва и уединение на ночь все превратилось в непрерывное молитвенное переживание внутри в душе и обращение к Богу со своими вопрошениями тут-то приходили на ум и переживались в душе ясные библейские образы яка овча на заколение ведеся эти слова пророка Исаии 53.7 были у меня на уме в то первое воскресенье соборов они успокаивали меня казалось и сторонники немедленного объединения думают тоже о приходах в России вот они передают нас в новые неизвестные условия которые нам страшны но они не презирают нас они молятся за нас это это было продиктовано и самосожалением и видимой неизбежностью грядущего события с утра в понедельник в начале литургии я стоял в храме размышляя о словах пророка Исаии снова и снова на уме яка овча на заколение ведеся и яка агнец прямо стригущему его безгласен така не отверзает уст своих про себя решаю видно и мне надо молчать однако будет ли это молчание лучшим образом поведения на соборе воспринимается первый последователь по гологовскому вспоминается первый последователь по гологовскому пути Христа святой первомученик Стефан он не молчал но с любовью и скорбью говорил свою последнюю речь перед побиением камнями тут я прихожу к решению надо говорить на соборе еще немного сомневался правил ли мой вывод тем временем подходит время чтения книги апостол я с изумлением слышу ту самую речь первомученика Стефана со страхом благодарю бога за подсказку записывая мысли для выступления я в уголке листа написал эпиграфом яка овча на заколение ведесе понимаю что надо будет говорить о покорности воле божией но вставляю и свое прежнее мнение соединяться но не сейчас когда-то потом зачитывая свои слова волнуясь путаясь забыл об эпиграфе и оборвал выступления на недописанном сказалось моя неуверенность в познании воли божьей мне требуется поддержка и бог уже дает ее в одной из дискуссий выступает протеерей Стефан Павленко и вдруг говорит как будто лично мне следует вам поступить подражая патриарху Аврааму готовому по воле божьей принести в жертву единородного своего сына яка овча бытие глава 22 этот сюжет книги написанной духом святым уже убеждает меня сидящего за архиерейским столом на соборе в том что бог требует не просто быть ведомому но деятельно проявить свою волю сочетая ее с волей божией которую он мне так ясно указывает конечно тяжело было применить так быстро свое переменить конечно тяжело было переменить так быстро свое недавнее убеждение в котором только что сам чувствовал такую благородную правоту но бог еще не прекратил свой диктант для меня два дня на литургиях во вторник и среду я все хотел и не решался попросить позволения прочесть апостола в четверг это удалось мне сделать и как-то довольно непринужденно этого я желал не загадывая что мне откроет положенный на этот день текст нет мне просто хотелось немного поучить участвующие в богослужении техники чтения правда был и трепет что бог может и что-то сказать выпавшим на этот день отрывком писания когда далее в руки книгу апостол я обнаружил что сегодняшнее зачало очень знакомое которое читается на молебне о путешествующих появился даже холодок разочарования но когда вчитался во вроде бы знакомый текст то стал он предо мной как слова написанные перстом божиим на стене перед волтосаром Даниила 5 5 Слово же писания я же чтяше бе сие яка овча на заколение ведесе Деяние 8.32 Далее на литургии я не мог молиться без слез Вечером после заседания уже наедине размышлял обо всем творящимся со мной решил что надо рассказать и другим только вот неудобно взять и сказать мне Господь открыл свою волю кто я такой осел среди людей однако думая о себе и ослица говорила пророку волю Божию воспоминания об обстановке ангелом пророка Валаама на его пути привели меня к параллельному месту издеяния апостольских об обращении Савла на пути в Дамаск и у меня похожее положение я со своими спутниками приехал на собор с намерением сказать нет скорейшему соединению с московским патриархатом а Господь внушил мне противоположное убеждение способствовать добросовестнейшим добросовестнейшим образом достижению единства в ближайшее время и спутники мои поражены удивлением не менее савловых спутников и видимого давления на меня к перемене моего мнения не имеется кроме невидимого который внушает мне мысли подтверждаемые затем на богослужениях ясным текстом святого писания меня только мучила мысль сказать другим или не сказать мне так жалко что старшее поколение зарубежья которое мучается от сомнений подозревая в перемене измену некоторые из них еще доверяют мне но кто я такой чтобы встать и сказать перед всей церковью я познал волю божию утром после этих ночных переживаний я вновь был в храме было хорошее молитвенное настроение должен заметить что в поездку я забыл взять церковный календарь и мне неизвестно было какие зачала нового завета предстояло слышать на богослужениях именно поэтому для меня оказалось вновь неожиданным услышать именно в тот день повествования девятой главы деяний апостольских об обращении сава слова жестоко ти есть противу рожна прати деяние девять пять пронзили мое сердце я просто рыдал благо что место в соборе цитата всех скорбящих соборе всех скорбящих радостей мне досталось укромное хотя и на самом амбоне справа пред мощами святителя Иоанна Сан-Франциского а на меня рыдающего продолжая сокрушать мою неугодную ему волю господь еще продолжал сыпать словесные камни своей любви я услышал перефраз слов которые были в моем сердце тогда перед архиерейской хиротанией Ананию в дамаске господь возвал Анания он же рече си ас господи Диане 9.10 не о подобных ли словах я говорил в начале рассказа Самуил Самуил вот я господи 1.10 1.10 Хорош однако был бы я христианин если бы после всего пережитого о котором я лишь коротко смог рассказать и после всего услышанного остался бы безответным не рассказав всего этого другим конечно среди первых же слушателей были и те кто высказал сомнения нельзя ли мол иначе расшифровать мои переживания так как их могли бы истолковать противники соединения с патриархатом нет уж извините пожалуйста я прекрасно знаю о чем я переживал в чем я сомневался к какому выводу меня привели мои переживания и отвечающие им с точностью как в простом диалоге слова священного писания я пережил такое духовное потрясение какое несравнимо даже с переживанием близости смерти я чувствовал присутствие Бога говорящего со мной словами писания благодарю Господа позволивавшего мне недостойному почувствовать что в его доме употребляются в дело и глиняные садсуды сгодился и я грешный некоторые сострадательные люди не раз высказывали беспокойство об участи прихода в зарубежные церкви в России что будет с ними в новых условиях единства русской зарубежной церкви и московского патриархата моя задача передать им что воля Божия в том чтобы раскол в русской церкви виною которого явилась единственная безбожная коммунно-большевистская власть был прекращен трудно ли легко ли будет не знаю знаю только что воли Божией слаще нет ничего на земле не на небе мне сладостно было бы умереть на пути исполнения воли Божией но если Богу угодно еще мне потрудиться вот я Господи уже во время работы архиерейского собора мне в гостиницу позвонил уважаемый мною благодетель обеспокоены моим изменением отношения к делу церковного единства я пытался объяснить ему мол Господь благодатным образом вразумил меня на что он грустно ответил не дьявольское ли это обольщение мог ли он подгадать каким-то расчетом что после его звонка я услышу на литургии Евангелия которая уверит меня в обратном говорящий сам от себя ищет славы себе а кто ищет славы пославшему его тот истинен и нет неправды в нем народ сказал в ответ небес ли в тебе в англитана 7 18 20 пару минут перерыв это сейчас нигде не найдешь как бы не сохранил я здесь в этом ответе он ехал и говорил еще ни под каким видом на объединение не идти и вечером говорил он там встал совершенно другой и вот сейчас все это пишет так видно что ему не поверили даже звонят что не от сатаны ли тебе это все новороссия но он еще дальше не смотрел уже откровения кончились у него далее то он уже тут уже будет выступать против партиархийных против их алчности ну против всего одно время он тут кажется за коммунистов говорил голосовать прямо в храме полное помешательство уже лишение всего по продолжаем 있 он его к Продолжение следует... 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 Слово Твое... Светильник на ге моей... И свет... Стызе моей... Псалом 118, 102, 105... Аминь... Кавычки закрыты... Следующая цитата... мистицизмом широком смысле слова называется любая доктрина признающая реальность и ценность сверхчувственная мистическая от греческого таинственного таинственный опыта в более строгом смысле слова так мистика на мистицизм есть учение о возможности и осуществление единства или единения человека с высшим божественным началом согласно ветхого завета человек лишь подобен сущему но не единосущен ему тайна творца его глубинное бытие трансцендентны запредельный твари тем не менее своеобразный мистицизм присущ и ветхому завету он подразумевает возможность близости к богу хотя и исключает антологичное единство с ним цитата израильское благочестие придется отнюдь не противопоставлять мистики а напротив признать в нем постепенное вырабатывание мистики самого высокого полета в отличие от индивидуальных созерцателей личность боговица в библии никогда не растворяется в боге исая 6 глава благодаря чему создаются мистицизм встречи цитата я и ты библия мистицизм движимый каждый жаждой богообщения целом 41 цель его не просто дары божьи но прежде всего встреча общение с ним самим любовь к нему об этом общении говорят многочисленные символы и прообразы писания многоразличные теофании например явления славы божьей все они указывают на возможность глубочайшего сближения между творцом и его образом и подобием препятствием к этому служит грех человека удаляющий его от бога эсхатологический идеал вечное пребывание господа в мире среди стана средоточие его церкви отражен в большинстве писаний пророков суть чаяния царство божьего заключена в надежде что в грядущем падет преграда между человеком и богом и человек прибудет в единении с ним эта вера лежит в основе культовой жертвенной практики которая подразумевает временное присутствие божье среди народа в новом завете чаяние ветхозаветного мистицизма начало осуществляться слово стало плотью евангелетана 1.14 во христе по воле божией а не благодаря усилиям человека преодолена абсолютная трансцендентность творца через воплощение бог становится имманентным человеческой природе величайшим правозвестником новозаветного мистицизма был апостол павел ему открылось что после явления христа через него стало возможно единства с богом вера апостола павлов то что христос есть господь сущий над всем бог римлянам 95 предваряя мистицизм апостола иоанна указывала на жизнь во христе как на бытие человека в боге словарь меня говорю не о правильности принятого решения о возможности причащаться из одной чаши а об отношении к библии и ее разумении доводов на такое скоропалительное объединение нет никаких даже судя по раннему и в тихий пусть бы он перечитал свое исповедание и сказал что изменилось в патриархии с того времени как он давал интервью священнослужители стали еще более лукавы хитры и жестоки мы это видим и на себе ощущаем ежедневно их коварству и мстительности нет предела ежедневно находим подтверждение тому что идет целенаправленный отбор самого гнилого самого жестокого подлого циничного корыстолюбивого и лживого и из этого куются кадры патриархии а кадры решают участь миллионов отец евтихий встреча на страницах православной руси 1991 год номер 10 страница 6 по 10 сделайте ради нас грешных доброе дело цитата но при всем блеске я видел внутреннюю пустоту ложь и бездуховность стал я вести себя дерзко я убедился что сенот московской патриархии не может слушать правду и действовать по правде я уже не мог ему больше доверять фактически я перешел в зарубежную юрисдикцию 10 января 1990 года тотчас начались проповеди присыщенные клеветой и ругательствами против всех нас шести сибирских священнослужителей ушедших под амафор зарубежного синода епископ антоний оказался ведь лживы у нас накопилось достаточно опыта и фактического материала чтобы составить мнение не только об отдельных архиереях священники пользуются невежеством верующих благо что патриархия сама воспитала такую пасту однако и епископ димитрий не обошелся без лаганья сильно мешают просто повальная подозрительность чего и я увы не лишён как бы не старался от этого избавиться мы должны принять меры предотвращения проникновения таких типов хорошо то что появление наших приходов расшевелила московскую патриархию заставил ее собственных приходах действовать более активно мы поняли что и зарубежная церковь и российские ее приходы стали главным объектом из-за разлагающейся разлагающей действительности пока что не слышно чтобы московская патриархия решила сменить своего патриарха а без его смены отказ от экуменизма невозможен так как он сам активнейший экуменист для воссоединения нужны и другие покаянные дела в общем надеяться на это в скором времени не приходится на сей день она изо всех сил старается оправдать сергианство так что я думаю что эти чаяния не соответствует действительности открытым оком том 9 вопрос 2261 евтихии не раз ссылается на валаамову ослицу так куда же гонит его валаам или патриарх с путиным но ослица развернула обольщенного валаама прилещенного мздою хотя после валаам и погиб числа 31 8 и валаама сына виорова убили мечом а я многократно говорил евтихию чтобы он шел на проповедь а не возился с раствором и с кирпичами строя для безбожников не послушался а ныне так запросто уяс вляпался как упрямая ослица но ослица остановилась а епископ продолжает идти быть может на погибель вперед отплыв от спасительного пирса и не прислушиваясь никому и цитата яка овца на заклане это же о нас о российских приходах которые ведут на заклание деспотом епископом патриархийным насильно если бы аслица встала и начала легаться и кусать сказавшего ей то трудно было бы идти ей против рожна о котором так кстати упомянул евтихий понимая только так как сам захотел если призвал самуила и савла господь то на служение богу и егове они на услужение вероотступников они вопрошали я не 96 господи что повелишь мне делать и господь сказал ему встань и иди в город и сказано будет тебе что тебе надо наделать самуил тотчас обличил беззаконие дома израилева а савл беззаконие всего израиля 1 царств 3 14 18 и посему клянусь дому или я что вина дома или его не загладиться не жертвами не приношениями хлебными вовек и объявил ему самуил все и не скрыл от него ничего деяния 922 а савл более и более укреплялся и приводил замешательство иудеев живущие в дамаске доказывая что сей есть христос кого же будет обличать в беззакониях вновь призванный в патриархии евтихий уж не патриарха ли дроздова сергянцы и куминиста еще и в тихий говорит что он отведал ядовитого и вкушал сладкого на это приходит мысль что после ядовитого уже ничего вкушать иногда не приходится а только за хвостов яма исая 5 20 горя тем которые зло называют добром и добро злом тьму почитают светом и свет тьмою горькое почитают сладким и сладкое горьким мы можем легко поверить и в тихию что он получил это разумение от бога на молитве я не 23 9 если же дух или ангел говорил ему не будем противиться богу но как он докажет что правильно уразумел сказано ему от бога если он дикий осел о чем не раз здесь и подтверждает что живет в грехах кроме причащения с руссанцем валентином других таких же страшных грехов за собой не припоминает экклесиаст 7 13 смотри на действование божие ибо кто может выпрямить то что он сделал кривым титул 1710 его епископ должен быть не порочен как божий домостроитель не дерзок не гневлив не пьяница не биться не корыстолюбец но странно любив любящий добро целомудрен справедлив благочестив воздержан держащийся истинного слова согласного с учением чтобы он был силен и наставлять здраво мучений и противящихся обличать ибо есть много и непокорных пустословов и обманщиков особенно изобрезанных мнение епископа евтихия это только его личное мнение мы его не уполновать не уполномачивали менять его прежнее и наше мнение по его кавычках откровения он ссылается на призыв божий отлично он может это подтвердить только дальнейшим своим поведением в должности векарного епископа и у его не святейшества когда пророческим глазом прожжет их дебилость и бессовестность если объединение касается только чаши возможности прочищения друг у друга то мы согласны с этим но никак не на большее пророк исайя 30 глава 1 стих горе непокорным сынам говорит господь которые делают совещание но без меня и заключают союзы но не по духу моему чтобы прилагать грех ко греху первое царств 236 придет кланяться из-за куска хлеба и скажет причисли меня какой-либо левицкой должности чтобы иметь пропитание кто я такой про отпрыск внук адама задатком получивший красоту сумел разбогатеть талантом данным на приращение пустить его рискну подумать раньше было недосуг иных забот и суеты нагонит теперь же авраам и исаак мне друг и а кого обман под стать припомнить кто я такой чтоб сущий в мироздании заботился мне и до рождения мир приготовил высчитал заранее соломки подстелил на все падения все он незримый с нами пресносущий планету колыбель органом птицу красил водами первом получили кущи адам второй христос со смертной страстью кто я такой что помнит обо мне творец вселенной тела моего отца и матери нам иисус родней за ним мы пробежим страданий полигон подобие творцу осознаю в бессмертие в творческой невиданной свободе в крещенье водном с ним заключил союз наш путь удачно только с ним был пройден в его словах уверенность опору душа нашла и понесла другим слог искрометный никаких повторов у всех где бог как пастырь впереди кто я такой из библии узнал одна она не обманула нищих до этого вся жизнь была в узлах с остатками свиной и смрадной пищи меня бог сыном во христе признал одел кольцо любви дал обувь благовестия на руку правую и начало дал знак голгофский крест напоминает крестик 26 мая 2006 год игнатий лапкин на сегодня все благодарю за внимание проси христос за помощь надежда осталась никого нету отошел